всем привет привет сегодня хочу показать еще один классный сорт это у нас мандарин один из самых крупноплодных мандаринов наверное в мире ну входит до в самые крупноплодные мандарины в мире вот так выглядит кустик грунт у него немножко уже под истощился и есть уже такие показательные листья скажем так поэтому плод пора давно снимать грунт давно пора заменять как и горшочек и приводить его в порядок делать формирующую обрезку и сегодня мы это с вами как раз и сделаем но вернемся к плоду посмотрите только посмотрите на этот размер это у нас сорт мандарин джели кинг это просто невероятный невероятный размер смотрите даже вот в руку он не помещается это просто огромная огромная красота ну и конечно же пришло время его срезать чтобы он не перевесел хочу его попробовать и в этом году обрезаем воля такой красавчик этот плод конечно гигант это просто невероятный размер классный как только я его взяла в руки раздался неимоверный аромат от кожуры я его еще даже не терла чтобы понюхать аромат он уже источает то есть он очень ароматный даже когда вы его не трете просто подносите нос нюхаете и получаете этот божественный аромат кожуры по аромату кожура пахнет мандарином но с таким знаете приятно сладким каким-то еще ароматиком подвеивает то есть очень приятный запах классники а когда вот я сейчас прям потерла получше запах усилился в 10 раз из кожура очень очень ароматная с одного плода как вы видите кожуры будет очень много и я вот теперь думаю хотела высушить сушилки и сделать не знаю может быть мандариновую муку добавлять выпечку но теперь думаю можно сделать из кожуры и цукаты потому что аромат ну просто бомбически он уже и пахнет и так пахнет мандариновыми цукатами можно и так сказать поэтому скорее всего сделаю из него цукатики из этой кожуры будет очень очень вкусно в общем посмотрим скорее всего выбор пойдет на цукаты но естественно покой и вам покажу если все-таки соберусь это делать ну такой классный бомбический плод мандарины джели кинг и так шок контент как по мне посмотрите какой диаметр у этого мандарина 10 сантиметров честно сказать это самый крупноплодный мандарин который я встречала своей жизни но я так думаю что в основном здесь будет больше кожуры мякоти будет естественно поменьше то есть мякоть это не равно кожура вот у мандарина king он тоже этот сорт один из таких самых крупноплодных как и мандарин вот этот джели кинг но у него там мякоти побольше а у этого как я пробовала прошлом году мякоти здесь поменьше но внешний вид посмотрите это просто гигант 10 сантиметров в диаметре честно ну вот реально даже ради просто аромата кожуры и его размера его уже стоит приобрести себе в коллекцию но это конечно мое мнение я себе однозначно его оставляю посмотрите ну мне вот такое нравится все необычное все такое интересное не особенно которая вкусно и ароматно еще при этом пахнет ведь такая форма у него сплюснутая здесь даже идет серединку такой изгиб углубления видите очень красивый ароматный прям уже хочется попробовать какая мякоть у него внутри сейчас по мне так он идеальный не перевисел не зеленый как раз готов к употреблению ну вот попробуем посмотрим потому что в том году был немножко перевисевший и не показал все свои вкусовые качества ну вот такого красавца я вот даже не знаю порезать или почистить но так как я думаю что внутри мякоти будет мало и вот при нажимании слышите хруст ой даже сок из кожуры я думаю что лучше почистить потому что кожура уже так вот проваливается и она полностью созрела ой сок прыщет офигенно ароматная кожура очень ароматный пошел аромат полинках до доча мне тут в ассистентах сейчас будем смотреть такой толщины кожура достаточно толстая так вот конечно уже разваливается полностью созрел вот это все убираем все эти волокна они нам не нужны естественно есть мы их не будем такая красота у нас получается и достаем наш красивый мандарин вот это все мы убираем это на цукаты не знаю на сушку и так далее и тому подобное а вот плодик мы сейчас будем пробовать значит перед тем как есть конечно же все это убираем все счищаем и будем сейчас пробовать такие дольки получились классненькие то есть сам мандаринчик как вы видите в итоге небольшого размера но плод смотрится шикарно в общем с дочью мы тут попробовали что могу сказать по вкусу на самом деле плод сладкий очень даже сладкий нет кислоты совсем то есть приятный такой сбалансированный вкус нам если честно очень понравился единственный минус вот такие крупные косточки были в плоде и получается если съедим весь плод косточек будет ну как бы достаточно то есть в этом году опыление переопыление пчелками тут произошло очень даже успешно их было очень много поэтому видимо с косточками в этом году прям получилось шикарно вот в прошлом году по моему было пару косточек всего лишь на весь плод поэтому тут смотрите да при большом количестве пчелок получается с косточками так ну и что давайте еще посмотрим саму как бы мякоть вот здесь я хочу все-таки разрезать вместе с косточками наверное все таки получится но неважно и вот посмотрите какая шикарная сочная мякоть посмотрите как она переливается то есть сока в ней прям очень даже хорошо и достаточно посмотрите вот на солнышко вам немножко поверну его смотрите просто шикарно просто замечательно честно вам скажу и вот смотрите еще две долечки смотрите как они переливаются то есть плод сочный главное чтобы он не перевесел размер мандаринка такой он средненький крупно средний скажем так вот поэтому конечно за счет кожуры он смотрится шикарно но сам плодик такого крупного среднего размера можно так его назвать но при этом очень вкусный смотрите сколько тут тоже еще семян виднеется очень вкусные вам скажу так без кислоты достойного десертного вкуса однозначно в коллекции остается будет удивлять родственников будет удивлять друзей своим размером вкусом и ароматом вот такой еще один мандарин в коллекцию кто хочет конечно же приобретайте наличие еще пару тройку саженцев запасе имеется очень вкусненький всем могу рекомендовать если б он был кислый уже рекомендовать 50 на 50 я бы могла но он достойного классного вкуса поэтому смело рекомендую очень суперский ну реально и кожура пойдет в ход и мякоть вот такая красота на сегодняшний день у нас получилось ну а я вам всем желаю удачи хороших урожаев и до встречи и и и и